МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иврит — это современное чудо или всего лишь совпадение? Здравствуйте, меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на возрождение сегодня. У меня в гостях Ашер Интрейд. И мы поговорим о важности иврита, его происхождении, современном использовании и о том, стоит ли вам изучать его. Ашер, добро пожаловать. Вначале я хотел бы поблагодарить всех наших партнеров. А вы молитесь за нас, поддерживаете финансово и верите вместе с нами о прорыве в нашей работе. Спасибо вам большое. Вы — наши стратегические партнеры в работе на Святой Земле. Мы очень любим вас. Итак, Ашер, давайте перейдем к нашей теме. В качестве вступления хочу сказать, что многие наши друзья со всего мира даже не осознают, что наше служение основано на иврите. Наше собрание проходит на иврите. Мы пишем имейлы на иврите. Мы стараемся использовать иврит как можно чаще. Кто-то этого не понимает. Ведь английский — это международный язык. Так почему же в нашем служении такой сильный и большой акцент на иврите. Я хочу поговорить об этом, но вначале я хочу услышать вашу историю. Как вы, лично вы, Ашер, начали говорить на иврите? Ваша семья, быть может, говорила на нем? Пожалуйста, расскажите. Я родился в США и с детства ходил в синагогу. Поэтому я знал иврит из синагоги. Он больше похож на арамейский, а также немного молитв на иврите. Я на этом вырос. То есть какая-то база у меня была. Но я не знал, как использовать иврит за пределами синагоги. Затем я уверовал в Иешуа, и это вызвало во мне желание лучше узнать Писание. Поэтому я стал изучать иврит по Писанию. А еще я узнал, что Иешуа — это не просто сын Божий, но и сын Довида. То есть он еврей и тоже говорил на иврите. Именно это вызвало во мне новую любовь к моему этническому происхождению. Итак, желание лучше понимать Писание. Далее, желание лучше понимать свою культуру. Но было еще и третье. Третье и основополагающее желание. Прочитав Библию, я увидел, что призван жить в Израиле, на Святой Земле. И тогда я занялся изучением иврита, как библейского, так и современного. То есть того бытового языка, на котором говорят все люди сегодня, на котором говорим мы с вами. Это случилось, когда мне было немного за 20 лет. А когда вы впервые свободно заговорили на иврите? Когда это было? Свободно? Это довольно относительное понятие. Где-то через год после принятия Иешуа, я понял, что этот язык важен по трем причинам. Писание, национальная идентичность и восстановление Израиля. Поэтому мы сразу же начали учиться и говорить так, как могли. Я начал учить язык в Соединенных Штатах Америки, а потом мы приехали сюда. Переезд был непростым, и уже на первой неделе я посадил всю свою семью и сказал, «Это последняя слава, которую мы скажем на английском, как мы начали использовать иврит даже дома». Это был непростой переход, как для меня, так и для всей моей семьи. Но я считаю, что лучший способ выучить язык — это полное погружение. Поэтому мы так и сделали. Слава Богу! Вся наша семья теперь двуязычна. Все, что делает наша семья, наше служение, в возрождении сегодня, и в Бейт-Иешуа, и в Тикун Интернашнл, и практически все в нашей повседневной жизни, мы делаем на иврите. Сегодня многие говорят, что иврит — это современное чудо. Почему они так говорят? Кстати, это доказанный факт, что иврит не использовался устно и письменно почти две тысячи лет. Он всегда был в Писании, а также в классических произведениях и трудах раввинов, но он не был широко используемым языком, еще даже 150 лет назад. Как современный язык, его стали регулярно использовать с 1881 года. Такого еще никогда не было, чтобы язык перестал существовать две тысячи лет, а потом снова появился. Для тех, кто верит в Иешуа, это подтверждает определенную библейскую парадигму. Иисус умер, а потом воскрес на третий день. Иврит был жив, когда он был жив, а потом он был мертв два дня, две тысячи лет, и снова воскрес. В этом мы тоже усматриваем смерть и воскресение. Так же было и с народом Израиля. Две тысячи лет они были в изгнании, а потом вернулись. Это та же схема. Но это еще не все. Не только Израиль исчез как страна, а потом снова появился с возрожденным языком. Но в то же самое время в церкви по всему миру, в первом веке, люди много говорили на иных языках. Затемные языки почти перестали использоваться и вернулись в самом начале 20 века. Это было то самое время, когда начал возрождаться иврит. Вы можете считать, что это совпадение, но мы думаем иначе. Израиль умирает как страна, а потом воскресает. Дары Духа в церкви умирают, а потом снова оживают. Это происходит по той же схеме, что Иис и Иешуа. И мы считаем, что иврит является частью данной схемы. Жизнь, смерть, воскресение. Это приводит нас в восторг. Для нас это не просто изучение очередного языка. Тут многие люди говорят на многих языках. Но в изучении иврита есть что-то особенное. Изучая его, вы понимаете, что это не просто язык, а чудо. Да, это прекрасно. Давайте теперь перенесемся в наши дни. Вы постоянно делаете акцент на том, что наша команда должна говорить на иврите. Даже если в зале всего один еврей, мы будем говорить на иврите и переводить на все остальные языки. Почему вы так акцентируетесь на этом? Причем много. Многих людей это удивляет, потому что они воспринимают язык как удобство. Мы говорим на иврите не потому, что так удобно. Это неудобно. А потому, что это наш принцип. Мы видим в этом положительные принципы для царства Божьего. То есть, мы говорим на иврите намеренно и принципиально. Это не означает, что мы не разрешаем другие языки. Например, если посмотреть на первое общение веры, которое появилось во второй главе Деяний, то их было около 120 человек. Все они были самыми близкими учениками Иешуа. Все они были на 100% евреями, говорящими на иврите. Большинство из них было из Галилеи. Примерно 90%. Когда Дух Святой сошел на них, и они заговорили на языках, их окружили люди, которые пришли в Иерусалим на праздник из разных мест. Они говорили на различных языках, и все они стали частью этого сообщества веры. Так что же это означает? В этом сообществе вера было внутреннее ядро из иврит и язычных людей. И еще 3000 человек, даже если половина или две трети из них вернулась домой, все равно осталась довольно большая группа людей, которая говорила в основном на греческом и языках других ближайших стран. Но что же произошло? Кажется, что собрания и молитвы шли на иврите, а деловые вопросы они решали уже с переводом. И мы пытаемся следовать этой же модели. Учения и молитвы в нашей общине проводятся на иврите, а также на собрании у нас есть перевод в наушники. Так мы соединяем центральное ядро на иврите с многонациональной внешней оболочкой. Если у вас есть только иврит, то вы упускаете многонациональный аспект. Но если у вас лишь иностранные языки, то вы упускаете еврейское ядро. Это похоже на танец в одиночку. Но так ничего не получится. Вы ведь прекрасно понимаете. Мне кажется, что это прекрасный выход из положения. И именно так мы поступаем. Это не всегда просто и красиво. Я правильно понимаю? Когда муж и жена танцуют, это тоже не всегда красиво. Но что поделать? Да, может быть, определенная неловкость, а также технические моменты, но есть определенная красота в том, что каждый день мы изучаем какую-то тему, рассматриваем закон Моисея, книги пророков и даже Новый Завет, который мы перевели с греческого на современный иврит. Потому что, скорее всего, именно на таком языке они и говорили, Писание открывается по-новому. И это удивительно. А когда мы сравниваем это с другими языками или с греческим, то это просто невероятно. И вовсе не важно, насколько вы еще неумелы в своем иврите. Хорошо подмечено? Помню, как я читал в первой главе Луки о том, как архангел Гавриил говорит Марии, «Ты назовешь своего сына Иисус». Я читал это на английском. Я сижу и думаю, «А что значит Иисус? Почему это так важно?» Позже я узнал, что это значит на иврите, и тогда это слово буквально ожило для меня. Может, есть и другие примеры в Писании? Конечно же. Когда я цитирую какие-то места Писания, люди часто спрашивают меня, какой перевод я использую. Я использую оригинал и сам перевожу его. Это касается Ветхого Завета, а для Нового Завета мы используем современный иврит, которым пользуются почти все евреи. Мы перевели Новый Завет с греческого обратно на иврит, потому что большинство его авторов говорили и писали на иврите, а еще они цитировали закон и пророков. Я могу привести вам тысячи примеров, но начнем с того, о чем говорили вы, Иешуа. Ему дали имя Иешуа, потому что слово «легошия» означает «спасать». И тут есть связь между Иегова и Иешуа, то есть Иегова спасает. На иврите это очевидно, или, к примеру, Эммануил. «Эм» — это «с», «ану», «нами», «эл», «мбог». «Эммануил» или «бог с нами». Все сразу становится очевидным. Это очень известные примеры, но это касается всего. А еще, читая даже Новый Завет на иврите, я заметил, что Новый Завет очень часто цитируют Писание. И если вы читаете на греческом, английском или другом иностранном языке, вы можете не уловить это. Но, читая на иврите, это становится буквально очевидным. Сегодня утром я читал о том, как Иешуа стоял перед первосвященниками. И они спрашивали, «Ты Мессия?» Он отвечает, «Я сын человеческий, я буду сидеть одесной отца». И, читая на иврите, видно, что он цитирует Второй Псалом, 109-й Псалом и книгу Даниила, 7-ю главу. Это очевидно, потому что он использует те же слова. И так значительно проще увидеть эту взаимосвязь. Не так ли? Да, я тоже это заметил. Даже Моисей пророчествовал о том, что придет пророк, и вы должны слушать его. В Новом и Ветхом Завете эти фразы повторяются слово в слово. И таких примеров много. На английском я это упускал, но на иврите это так очевидно. Мы с вами очень любим размышлять над Писанием и искать скрытый смысл. Именно это, в первую очередь, мотивировало меня к изучению иврита. Я хотел быть уверен, что знаю изначальный смысл текста. Но еще одна невероятная вещь, которую мы видим в Ветхом и Новом Завете, на иврите это связь имен. Например, Марию на самом деле звали Мириам. Тут же вспоминаешь, что сестру Моисея тоже звали Мириам. Она была первой пророчицей. Еще один любопытный пример — братья Завидеевы. Они были топовыми учениками Иисуса. И кажется, что в этом нет никакого смысла, но на иврите их имя Завди, что связано с именем Завулон. Так вы понимаете, что Завидей — это современная версия имени Завулон. Так вы начинаете замечать взаимосвязь имен. Мы видим это в именах, цитатах Писания. Но есть еще кое-что, и это понятия. Их очень много. Например, одна из тем Нового Завета — это то, что ученики считали себя группой людей, для которых Иешуа был Мессией. На иврите «Мессия» также означает «царь». То есть они считали его своим царем. Они были его ближайшим окружением и старались сделать его царем. Поэтому они спрашивали, «Когда ты вернешь царство Израилю?» Они хотели сделать его царем прямо сейчас. На иврите есть одно понятие, для которого я даже не могу подобрать слово на другом языке. Это «лехамлих». «Царь» — это «мелех», а «сделать кого-то царем» — это «лехамлих». Здесь мы видим понятие «делать кого-то царем». Подобного понятия я не нашел в других языках. Это понятие стало основополагающим в их мышлении. Они смотрели на Иешуа как на царя и считали, что их роль в том, чтобы помочь ему стать царем. В других языках такого понятия нет вообще. Его даже нет в теологии. Вот что вы получаете благодаря знанию ивритам. Возьмем еще, к примеру, царство. Когда вы говорите о царстве, то автоматически ассоциируете их с Давидом и Соломоном и пророчеством Исаии о том, что царство наступит по всей земле. Если вы читаете на иврите, то эта ассоциация сразу же всплывает у вас в голове. Итак, это не просто имена, не просто стихи и места. Мы пытаемся понять гербаический взгляд на все Писание, не только в законе и пророках, но и в Новом Завете. Прекрасно. Наверное, вы смотрите и думаете, нужно начать учить иврит. Но уникальность нашего служения в том, что когда мы рассылаем вам какие-то материалы, то информацию собирает местная команда, говорящая на иврите. Мы стараемся держать руку на пульсе всего того, что происходит сейчас в Израиле. Часто мы замечаем огромную разницу в том, что говорят в новостях на иврите и на других языках. Даже в этом есть разница. Поэтому, когда мы отправляем вам наши материалы, вы должны знать, что они другие. Они были составлены в Израиле командой, которая говорит на иврите. Если же вы еще не получаете нашу еженедельную рассылку, то зайдите на наш веб-сайт. Там вы можете подписаться и получать наши материалы. Они переведены на 15 языков мира. Я знаю, что они благословят вас. Ашер, хочу задать вам еще один вопрос. Возможно, кто-то смотрит нас и думает, «Я не очень хороший христианин. Я не знаю иврит. Я не знаю греческий. Эти ребята знают. Значит, я хуже их». Кстати, я помню, как я женился, и вы сказали мне, «Коди, изучение иврита — это очень важно. Это будет похоже на то, как ты входишь в бассейн. Я помогаю тебе войти и окунуться, но плыть ты должен сам. А я буду ждать тебя на другой стороне и вытащу тебя, когда ты будешь знать язык». Этот бассейн имеет разную длину для разных людей. У меня это заняло целых два года. Два года — это быстро. У вас была местная жена, говорящая на иврите, поэтому два года — это быстро. У многих это происходит дольше, верно. Если честно, то только через пять лет мне стало комфортно использовать язык. Какой совет вы дали бы тому, кто хочет изучать иврит? И теряют ли что-то люди, если не говорят на этом языке, на иврите? Во-первых, хочу сказать, что никто не лучше других, лишь потому что говорит на каком-то языке. Мы все одинаковые. Многие люди, говорящие на иврите, не знают английского, и они тоже чувствуют себя плохо, потому что общение в мире и международная коммерция ведутся на английском. Поэтому нельзя сказать, что какой-то язык чем-то лучше. Во-вторых, хотя мы говорим о еврейских корнях веры, мы должны понимать, что Библия написана на иврите и на греческом, и на это были свои причины. Мы же стараемся восстановить еврейские корни, потому что они были утрачены. Но во всем должен быть баланс. Я не верю в сугубо еврейский взгляд на Писание. Я верю в баланс иврита и греческого, и израильского, и международного влияния. У нас должно быть оба взгляда, как два глаза. То есть мы говорим не о том, чтобы был только иврит, но о правильном балансе. Нельзя сказать, что какой-то язык лучше других. Люди часто спрашивают меня, какой перевод лучше. Многие переводы хорошие, даже прекрасные, но даже местным жителям иногда сложно понять какие-то моменты в Ветхом Завете. И нужно обращаться к переводу, чтобы понять, как ученые объясняют этот стих. Поэтому давайте забудем о гордости. Речь совсем не об этом. Есть ли какие-то плюсы? Ну, конечно же, есть плюсы в изучении библейского иврита и библейского греческого. Это поможет вам изучать писание в оригинале и видеть что-то новое, но это дополнит ваше знание всего процентов на пять. Все переводы хорошие, и вы не так уж много теряете. Но поскольку мы живем здесь, в любой стране мира, если вы говорите с людьми на их языке, вы лучше сближаетесь с ними. В Китае хорошо знать китайский, в Южной Америке испанский. Кстати, я заметил в Деяниях 21 и 22 главе, что апостол Павел повернулся к людям и заговорил с ними на иврите. В этот момент люди сразу же обратили на него внимание, потому что раньше думали, что он грек. Затем в 26 главе к Павлу в видении приходит Иисус и Иешуа. И вот Иешуа говорит с ним на иврите. Там так и сказано. Поэтому мы хотим быть причастны к этому. Но нам это важно не только для изучения Писания, но и чтобы общаться с нашими согражданами, понимать, что происходит в новостях, ну и так далее. Например, израилетяне любят поспорить. Если смотреть на это в новостях, сложно понять, что происходит. Но то же самое можно сказать о любом другом языке. Остаток верующих в любой стороне должен знать культуру и язык своей страны. Бог тоже делит людей по языковому признаку. Он сказал так. Так, помните, каждое племя, каждый язык и народ. Язык — это один из определяющих факторов, поэтому нам важно знать его. А как же его выучить? Ну, во-первых, не нужно расстраиваться и чувствовать себя человеком второго сорта. К языку можно подойти с разных сторон. Вот, например, если ваша цель — понимать Библию, то вы можете купить двуязычную Библию, начать сравнивать слова и учиться, к примеру, так. Вот именно таким образом я учу греческий язык. У меня есть подруга, гречанка, и я спрашиваю у нее греческие слова, а она мне помогает и переводит. Я мало что знаю, что мне нравится, когда я что-то понимаю. Если вы хотите приехать сюда и общаться с людьми, то вам нужно начать изучать современный иврит. Но, как и в любом другом языке, учите по одному слову за один раз. Вы не можете одновременно учить два слова. Итак, слово за словом. Это весело, забавно, и это чудо Божие. Это помогает нам нести Евангелие нашему народу. Для нас иврит — это чудо восстановления Богом нашей страны и нашего народа. Аминь. Это было прекрасно. Ашер, спасибо вам за ваше время. А вам спасибо за то, что были с нами. Думаю, вам было интересно. Найдите минутку, чтобы лайкнуть это видео и поделиться им. А если у вас есть какие-либо вопросы к Ашеру, то присылайте их. Я соберу их. Мы пригласим Ашера вновь. Я буду задавать ему ваши вопросы. Мы услышим интересные ответы на них. Еще раз спасибо за то, что были с нами. Увидимся с вами через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова